В театр на левом берегу приехал режиссер Александр Эдвинович Нордштрэм, и он нам расскажет сегодня о том, как и что будет творить в этом театре он в ближайшее время. Доброе утро, Александр Эдвинович. Доброе утро. Мы знаем, что вы готовите вместе с труппой нашего театра спектакль «Итальянские фантазии». Расскажите о том материале, с которым приходится работать. Это будет несколько новелл, потому что фантазии как-то сразу наталкивают на мысли о каких-то историях. Да, это будет спектакль по тексту, по циклу, который Горький написал с 1906 по 1913 год, когда он жил в эмиграции на острове Капри в Италии. И называется этот цикл «Сказки об Италии». Но это сказки, скажем так, для взрослых. Ничего детского в этих сказках нет. Фантастики там, наверное, нет. Фантастики там много, но эта фантастика, она стала фантастикой сегодня, когда мы смотрим на ту жизнь, на те отношения, которые были тогда. Вот. Горький написал 27 сказок. Они были опубликованы, переведены в России, переведены на многие языки. И мы выбрали, вернее, я выбрал 9 сказок, 9 новелл наиболее интересных. Правильно вы сказали их, скорее, правильнее было бы назвать новеллами. Вот. И цикл этот, он, это как продолжение раннего, горького, такого романтического, очень, так сказать, воспринимающего жизнь позитивно, верящего в светлое будущее, несмотря на тогда только что поражение первой русской революции пятого года, он все равно верил в неизбежную победу социализма. И в это время социализм, он, так сказать, завоевывал не только Россию, но и в Европу. В Италии это было очень популярно. И сквозь сказки это очень хорошо проходит, видимо. Да, да, да. Это сказки о народе, о простом народе, о простых людях, итальянцах, которые живут верой в будущее, и при этом соблюдают свои традиции, кодекс нравственный, кодекс моральный. Трудящиеся люди, скажем так. Вот. И Горький приехал в Италию и был поражен тем приемом, который он там, его там, как его встретили. Его встретили как, ну, короля, президента. Была масса демонстраций, манифестаций, газеты. Тогда не было ни радио, ни телевидения, но освещалось это самым широким образом. Он был... Он тогда приехал как российская звезда. Да, как российская, как буревестник революции. Действительно, как. Потому что все воспринимали революцию как что-то неизбежное и очень и очень положительное. Вам вообще, в принципе, близко тема итальянская. Что-то вы еще такое в своем опыте ставили. Почему вы за это взялись? Или Горький тут сыграл. Или, да, или Горький вам близок, или Италия. Тут сыграло роль и то, и другое, потому что я уже лет 15 часто и подолгу живу на острове Капри в Италии и работаю там. Ух ты, вот так вот даже. Вот так, собственно, да. Поскольку у Горького там было три места жительства, три виллы. Ну, вернее, это были не его виллы, он их снимал. Теперь в одной из них живете вы? Нет, я живу в совсем другое виллы, которую подарил шведскому государству такой замечательный человек, философ, врач, гуманист, писатель Аксель Мунта. Это знаменитая вилла на Капри. Нет, 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 он, к сожалению, не мой родственник. Вот, он тоже жил на Капри. И, собственно говоря, было два таких селебрити на Капри. Горький и Аксель Мунта. Потому что Аксель Мунта был личным врачом королевы Виктории Шведской, а Горький был, то есть, и, как бы, он представлял монархизм на острове. А Горький представлял свежие революционные силы, и к нему на остров приезжали, он не чувствовал себя там в изоляции, несмотря на то, что Капри очень далеко от России. Но к нему так много и так часто приезжали гости из России, что его вилла там, то есть, дом, где он жил. Превратилась в дачу. Она превратилась в дачу. Да, это дача его, правильно. И по поводу забавных каких-то анекдотов по этому проживанию Горького там, и о том, как он там жил, можно вспомнить, что однажды, это не анекдот, это на самом деле случай реальный англичанин. Там были много англичан и немцев. Гуляя, спускаясь к морю мимо виллы, которую снимал Горький, увидел там, что во дворе накрыты столы, куча народу, кто-то играет на гитаре, решил, что это тратария, ресторан какой-то. Он зашел во двор, сел за столик. Это была русская тусовка. И господа, все любили пошутить, Шаляпин замечательный, Горький, вообще все, кто был в это время в саду, они, Мария Федоровна Андреева, это спутница Горького, его, скажем так, гражданская жена в то время, она перекинула, значит, платочек через руку и сыграла официантку. Приняла заказ, его обслужили, он поел, был очень доволен, потому что было очень весело, вокруг музыка какая-то, кто-то припевал. Вот, а потом он попросил счет, и тут ему сказали, что это не ресторан, а что это вилла Горького. Англичанин, джентльмен, просто чувствовал себя чрезвычайно неудобно, он покраснел, засмущался, убежал оттуда, на следующий день вернулся с огромным букетом роз и с извинением. Ну, вот это говорит о том, как Горький там проводил время, и при этом он очень много там написал. То есть это было очень плодотворное в творческом смысле время, которое он вспоминал, как, пожалуй, лучшие годы своей жизни. В Абриэне, как говорят итальянцы. В Абриэне. После рекламы вернемся и поподробнее расспросим о спектакле. А это Синер или Юг Италии? Это где примерно? Это Неаполь. Это Юг Италии. А, Неаполь. Это считается Югом Италии. Можно сказать, что сейчас ваше постоянное место жительства скорее там? Нет, нет. Или вы просто там каникулы проводите? Нет, нет. Я по работе езжу, как правило, зимой. Да. А как-то от Неаполя добираться? Там на лодке? Там паром, ну там куча этих самых ходят сейчас 40 минут на быстром таком... Как это? Вы тоже снимаете там, да, жилье? Нет, нет, я останавливаюсь. Вот это то, что Аксель Нурн-то завещал, стало домом творчества для шведов. И вот там можно недорого, а иногда и бесплатно, потому что там работаешь, остановиться. Потому что в принципе капли от самых дорогих мест. А те виллы, в которых вот горькие жили, там что теперь? Там, это они как раз отошлили, те, у кого он их снимал в продаже, сейчас там частные. Кто-то живет просто, да? Да, владеют. Я думала, может в каком-то там музейчик сделаем, нет? К сожалению, нет. Это не интересный итальянский? Там есть, да, нет, интересная доска, мемориальная доска на вилле, где он жил последний. Мемориальная доска на вилле, где он жил, когда к нему приезжал Ленин, и там упомянутый Ленин. Там есть памятник Ленину на капре стоит по-прежнему. На капре памятник Ленину. Вот. Сейчас поедем дальше. Александр Эдвинович Нордштрем у нас в гостях. Он ставит в театре на левом берегу спектакль «Итальянские фантазии». Ещё раз доброе утро. Очень интересно рассказывать про Италию тех времён, когда там жил, собственно, сам Горький, автор этих самых итальянских фантазий. И сам бывает там нередко сейчас. И мне интересно вот что. Как вот эту атмосферу, которую вы, безусловно, прекрасно передаёте на словах, как это было тогда, вот эти истории, именно, так сказать, дух Италии, дух острова, как вы перенесёте это всё на сцену, только ли игрой актёров, какие-то маленькие, тонкие итальянские детали? Расскажите нам, да. Приёмы. Нет, но Италия — это солнце, море, вино. Это очень трудно на сцене реализовать, не так ли? Море-то организовать. Очень трудно море, но можно попробовать передать дух Италии, как совершенно справедливо заметили, с помощью той атмосферы и способа существования актёров. Это непросто, потому что русский актёр, он человек серьёзный, очень такой... Не итальянец, он... Да, он переживает, а итальянцы умеют и переживать, но это такое шампанское, оно бьёт и хмелит, вот, поэтому... Как вы собираетесь в каждом актёре, в русском, открыть итальянца? Да дело не в том, чтобы открыть итальянца, а передать эту атмосферу. Не надо, так же, как вот я смотрю какие-то спектакли, не надо, ставя Шекспира, передавать англичан. Есть совершенно какие-то другие, более важные вещи. Но, конечно, музыка... Вот, когда итальянцы танцуют, то это не, допустим, Тарантелло, которое будет спектакль неоднократно, то это не балетная Тарантелло, там, классическая, а это народный танец. И вот именно этот дух народного танца, это умение радоваться жизни, находясь, мягко говоря, не в самом хорошем, благополучном состоянии. Итальянцы, особенно неаполитанцы, их история, она фантастическая совершенно. Они переходили от одного правителя к другому, там, на протяжении чуть ли не через каждые 10 лет менялась не просто король или режим, а менялся язык, потому что там же были у власти и сначала греки, потом римляне, потом норманны, потом австрийцы. Французы, испанцы и так далее, и так далее. То есть это такой конгломерат и языков, и менталитетов, и все это как-то сплавилось, и получился совершенно потрясающий народ. Вот я говорю сейчас о Неаполе в данном случае, когда люди умеют выживать. Они, пожалуй, даже более, как сказать, выживающие, чем русские люди. Русские уж люди, слава богу, тоже умеют переживать. До сих пор белье на веревках сушат. Да, белье на веревках это совершенно характернейшая деталь. У нас ее не будет, потому что это уж слишком. Но это характернейшая деталь итальянского города. Люди поют, танцуют, все время вокруг что-то происходит. На улицах масса народа, которая просто гуляет без всякой цели. Это не шопинг, это просто выйти, пройтись, постричаться, пообщаться, поздравить с какими-то праздниками. И Горький был поглощен. Он был поражен этим, поглощен этим. Он это полюбил. И эти сказки, они отражают его искреннюю, очень сильную любовь к итальянскому народу. К такому простому и любящему. К народу, да. Он встречался со всеми. Его принимали там и в княжеских дворцах, палаццо, и в интеллектуальных кругах. Но его поразил прежде всего народ. Именно каприз. В сказках главные герои народа. Главные герои народа. Итальяно Веро. Итальяно Веро. Вы уже определились с тем, кто кого будет играть, наметили себе главный герой? Да, мы уже это сделали. Все там, у нас всего шесть человек. Вот Горького и все возрастные роли в сказках будет играть такой замечательный актер Сергей Владимирович Горновесов. Заслуженный артист и художественный руководитель театра. А остальные роли будут играть молодежь театра. Молодежь, на мой взгляд, замечательная. Есть два только что пришедших в театр. Юноша и девушка. Они пришли из института. Из отделения оперетты, музыкального театра. Они танцующие, поющие. А будут песни и пляски? Будут песни. Ну а как же, в данном случае Неаполь этим и отличается. Мы все знаем. Мы и Солемио, и Торносоренко, и прочее, прочее. И когда их хорошо исполняют, это одно удовольствие их слушать. По какому принципу отбирали новелл «Девять историй»? Ведь их очень много, я так понимаю. Было 27. То есть их 27. Вы все их простудировали и по какому-то принципу выбрали? По какому? Ну, принцип композиционный. Естественно, ты думаешь о том, с чего надо начать, чтобы задать тему. Потом где-то найти кульминацию. Потом закончить, поставить точку и в середине, в промежутке... Они как-то связаны между собой? Нет, они не связаны между собой ни у Горького, ни у нас. Это скорее такая клиповая система, когда ты... Их объединяет вот автор, которого как раз играет Горновесов. Он через себя это все пропускает. Он начинает каждую новеллу заканчивать. И в ней участвует как один из персонажей, если это надо. Зрители будут улыбаться? Ну, хотелось бы, чтобы было и то, и то. Но они очень... Задумываться? О чем подумать точно будет, потому что... Но в конкретной комедии это назвать нельзя? Нет. Это то, что в результате... Сейчас мы пришли к такому жанру, как лопера романтика. Лопера? Лопера, дело в том, что опера по-итальянски это работа. Это не опера в нашем понимании, где поют. Где поют, это опера лирика. А где играют, это опера драматика. А любое произведение это опера. Поэтому, если перевести вот этот жанр, то это произведение романтическое, скажем так. И действительно Горький сам по себе в то время особенно был романтиком. И мне хотелось бы это настроение передать и в спектакль. То есть будет любовная линия выговорить? Да, там не будет, там нет, там не одна линия. Там во многих новеллах есть тема любви. Ну, Италия без любви, как оно? Говорят, что все итальянцы обращаются к самим половинкам только о любовь моя. А море? А море не он. Да, да, это правильно. Спасибо большое, Александр Эдвинович Норчстрем. Давайте пригласим всех. Когда намечена премьера? Да, премьера намечена на 17-18 мая. 17-18 мая в Театре на Левом берегу на Вертыковской в Доме радио. Всех приглашаем. Александр Эдвинович, будете на премьере? Буду. А куда ж я денусь? Может быть, сможете где-нибудь в Антракте что-нибудь спросить. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо вам.